Представляет московский клуб Гор ММА. Его рекорд 9 побед в 9 поединках. Вальтер Клинмонстер Волкер. Его соперник боец в красном углу. Ему 40 лет. Рост 1 метр 81 сантиметра, вес 98,5 килограмма. Представляет FH2Team. Его рекорд больше соперников в 3 раза. 20 побед при 13 поражениях. Кассио Жакаре. Рефери в октагоне Артем Олексенко. Начинается титульное противостояние в тяжелом весе. Вальтер Игнасио против Кассио Жакаре. Вы видели, какая разница в росте. Гигантская почти на 20 сантиметров. Вальтер выше своего сегодняшнего соперника. Да и тяжелее практически на 20 килограммов. Разница в габаритах такая, что этот поединок чисто эстетически, визуально напоминает первые бои в UFC, когда были и Прайда, когда были абсолютные весовые категории. Но Кассио Барбоса обладает ростом легковеса. В общем, очень интересное противостояние, хотя бы с этой точки зрения. Классическая схема Давид против Голиафа. Да, и пока эта классическая история у нас практически без ударов. Сайдкик неплохо от Игнасио. При этом Барбоса, как мы видим, фактурный, взрывной, очень быстрый. Меняет стойки. Да, действительно выступал в целом ряде весовой категории. Как ты отметил, я не с Сергеем Романовым бился. Правда, недолго. Сергей выиграл. Очень много финтов. И стоит с другой стороны. Пока не может подобраться Вальтер. Ну, Вальтер раздергивает соперника, держит его все время в напряжении. Он, судя по всему, рассчитывает провести одну атаку. Возможно, перевести оппонента на настил и там уже отработать в своем фирменном стиле. Интересно, почему не выкладывают спарринги Тиаго Кордоса и Вальтера Игнасио? Мне кажется, это довольно интересно. Продолжается очень аккуратный бой. Ударов действительно минимальное количество. Пока одними с сайдкиками старается работать Вальтер, джеб. Хорошую скорость показал Игнасио. Хороший мидлкик. О, да, хлестка получилось. Тем временем уже две минуты позади в первом раунде. Никуда не торопятся парни. Много ударов ногами с дальней дистанции. С той и с другой стороны. И крайне невысокий темп. Посмотрите на цифры, да. 4-4 по общему количеству точных ударов за почти 2,5 минуты. В первом раунде Вальтера стремится просто полностью забрать левую ногу соперника. Пробивал там и ловкики, но большинство ударов было все-таки по бедру. И определенные проблемы с перемещением могут возникнуть. Кассио Барбосе. Одиночным размашистым ударом справа. А вот сейчас прямым попал Вальтер Игнасио. Зажимает соперника у сетки. Это может плохо закончиться для Кассио Барбосе. И тем не менее не выходит из этого клинча. Игнасио сам продолжает давить, готовит колено. Все в рамках правил. Но очень деловито и спокойно, пока Вальтер Игнасио идет к своей, между прочим, юбилейной 10-й победе. Да, секунданты Жакаре работают прям очень тихо. Вряд ли даже слышат. Кассио их. Тяжело приходится Жакаре. Сейчас была попытка бросить зацепом. Просто длины ноги не хватило. Кассио. Хорошее колено от Вальтера. Возможно, будет еще одно. Вот здесь клинч. Локоть зашел. Пусть и вскользь. Попытался Кассио на Вальтера оттолкнуть. Не получилось. Продолжает работать коленями. Игнасио. По внутренней стороне бедра. Очередное колено залетает. Да, очень спокойно работает Вальтер. Опять заряжает свои конечности. Колени справа. Слева здесь выбежал буквально Барбоса. 50 секунд. Чем он ответит. И слева направо переложил. Здорово. Еще и по разным этажам. Есть ощущение, что задышал слегка Вальтер уже в концовке первого раунда. Хороший фронткик. Подбирается все ближе. Кассио. Пытается буквально забежать за левую руку соперника. И вот такой удар. Раскат грома. Совсем немного времени. И такой рубящий показывает Кассио, что было попадание в голову ногой. Но рефери не реагирует. Он этого попадания не увидел. Мы, безусловно, потом все посмотрим на повторах. И еще один удар. И вот из-за этой категории, в том числе, конечно же, Вальтер Игнасио забирает первый раунд. Но и так, в принципе, проблем не было. Статистика 31 на 8 в пользу Вальтера. Очень нужен повтор. Сигнализирует действительно Жакаре о том, что был удар ногой в лицо. Здесь приводят чувства. Но в целом абсолютно логичное поведение Артема Олексенко, рефери этого поединка. Если он не видел этого попадания, то просто останавливать бой, потому что боец говорит, что меня ударили в лицо, когда я лежал, нет смысла. Ни в коем случае нельзя этого делать. Так что, да, это, учитывая, да, что это, возможно, была провокация. Нарезка самых опасных моментов всего первого раунда. Вот тот самый раскат грома. И вот здесь. Ну, задел, мне кажется, задел. Но при этом акцент удара был в грудь однозначно. Да, именно сила была приложена в грудь. Но нога, судя по всему, коснулась лица Кассио. Так или иначе, он не был потрясен. Это попадание, даже если частично пришлось в лицо, на мой взгляд, не повлияло. И тут как раз история, когда субъективное решение рефери. Он не увидел, он не остановил. И вообще подобные ситуации, наверное, это лишь мое субъективное предположение, стоит трактовать в пользу атакующего спортсмена. Что такие удары надо бить, и они красивые, яркие, эффектные. Но если бы залетело прям жестко в голову... Без вопроса сразу дисквал, да. Начинается второй раунд. Меняет стойки эпизодические. Кассио. И опять по левому бедру. Вертушка по воздуху. Вот и Кассио. Ну что ж, она встрепенулся после перерыва. Жакаре. Ох, как сейчас поймал правым прямым. И вновь рубящий удар сверху. Опасно атакует Вальтер. Здесь не мудрено нарушить правила. Но не боится рисковать. И позволяет подняться Игнатию сопернику. Идет, идет вперед, заходит в борьбу. Но не хватает ему сил, не хватает размеров. И вновь своими огромными ногами начинает топтать в прямом смысле оппонента Вальтер. Долго в стойке находиться Кассио Барбоса не хочет. Вновь пауза. Скорее всего сейчас бросится вперед в одном из эпизода Жакаре. Вот как раз советуют Вальтеру активнее работать джебом, что он и делает. Попадает справа. Падает Барбоса и серия добивающих ударов сверху. Все. Нокаут. Зубодробительный причем нокаут. Там голова просто отлетела. О, Кассио Барбоса. Несколько ударов даже было лишним. Да, как баскетбольный мяч в какой-то момент начала скакать в голова Кассио Барбоса. И сразу же поединок был остановлен. Это глухой нокаут. Держался Кассио, конечно, молодцом. Учитывая разницу в габаритах. Но в итоге не издюжил. Давайте смотреть еще раз, как это было. Серия ударов справа. Начал терять контроль на ситуации Барбоса. И вот добивающие попадания. Выглядит.